Знаю тебя больше 15 лет, и познакомились мы, когда я устанавливала первую спутниковую антенну у себя, я вспомнила, это я вышла второй раз замуж на Подвысоцкого, ты помнишь на Подвысоцкого первого, а встретился? А вот это я не помню, я помню уже Барбюса. Нет, ты Барбюса помнишь, а потом, это же тебя, видно, муж мой нашел, а потом я иду по улице на Лесе-Украинке, ты не помнишь, ты идешь мимо меня, а я уже переехала на Барбюса, вот, и я бегу за тобой, кричу, валит, валит, ты оглядываешься, смотришь на меня, я говорю, ты меня помнишь, я устанавливала спутниковую антенну на стороне Одницкой, мне теперь нужна антенна в другом месте, ты говоришь, ну вопросов нет, ты даешь мне визиточку, я ее долгое время хранила, такая бумажная была, визиточка просто, да, и все, и мы как начали, Барбюса, после Барбюса у нас что было, Большая Житомирская, согласен, после Большой Житомирской, Красноармейская еще, после Красноармейская эта квартира, и до этого была Старнова Днинская, 5 адресов, по которым ты меня обслужила, я посчитала, и это уже больше 15 лет, мне не было 30 лет, мне было 28 или 29, когда мы с тобой познакомились, а мне исполнилось еще 45, ты понимаешь, ты понимаешь, я когда начала считать дома, не стало страшно, я думаю, Большой Житомирская, единственное, я подумала, что ты еще до сих пор без детей, вот например, за 15 лет, есть там в Москве взрослых, да, на 12 лет, короче, надо что-то на камеру рассказать, да, давайте скажем, да, потому что с Валиком я познакомилась и уже очень давно, и услугами его фирмы пользуюсь уже больше 15 лет, что всегда нравилось у тебя, знаешь, никаких лишних разговоров, все конкретно, конкретно, по плану, никакого беспокойства для меня, никакого это дискомфорта, ты понял, твои мальчики пришли незаметно, незаметно ушли, тихо, я спокойно могу им доверять, ну и что очень в тебе всегда ценила, это предложение рациональное, конечно, да, ты всегда мне помогала, как бы, понять, что лучше для меня, разобраться вообще во всем, да, потому что для меня это было сложно, ты же понимаешь, мне приходилось в это вникать, да, да, теперь я единственный человек дома, который разбирается со всеми, да, ты знаешь, я уже очень многое знаю про ваши врачи, если я могу и так, и так, и по пустякам тебя пытаясь не успокоить вообще, знаешь, да, я стараюсь сначала сама разобраться, потом уже, когда мне все непонятно, то обращаюсь к тебе, что нравится, что обратиться могу к тебе, в общем-то, не знаю, успокоить, что-то, конечно, иногда и внеурочное время, что могу быстренько по телефону позвонить и решить любую проблему, тоже это большой, очень плюс. Вообще не было никаких проблем, я очень тебя ценю и старалась всегда твои контакты непереолентировать, то есть работу твою ценим на 5, если за 15 лет меня не разочаровал ни разу, значит, ты, да, достойна уважения, надеюсь, я тоже в своей профессии так, ты же марку, короче, ты держишь марку однозначно, да, достойна, реклама лучше. Я хочу сказать, что можно еще раз давайте расскажем. Может рассказать по поводу домашних кинотеатров, что это не нужно, да. Да, сейчас подумаем, как. Можно что просить? Это прозвучало как Беременов, потунжерите, полсеры, модуль и посклей. Да. Давай подумаем, как лучше сказать. сказать что на крещатике был очень сложный ремонт и была очень большая задумка как это должно было быть сделано все хотелось сделать современно стиле и технологичном ты понимаешь что не было ничего лишнего все было правильно поэтому мы нуждались в глубоком понимании разработки этого ты же понимаешь то есть ты все осуществил вопросов нету ты же мне еще и телевизоры заказала не стандартная помнишь занимались да и если будешь строить дом заранее как только нас появится проекта появился с этой истории стране не могу начать строить нужно с такой инженерной фирмы как нашу конечно я с тобой планирую джет я примерно понимала это еще ты понял проект мне пока только я дернула проект из москвы ты понял дома но мне так очень сильно понравился а здесь не его петухова уже переделала под то что я хочу и все и остального пока ничего не касалось я ты понял когда вот уже только уже я буду знать что я начинаю то конечно я обращусь к тебе прикол что есть такие вещи которые тебе ничего не понятно мне нужно знать но они необходимы чтобы проектировать заранее такие простые вещи как выходные коммуникации с фундаментом уже когда заливают бетон уже там наши специалисты какие-то закладные трубы делают чтобы потом не делать алмазную резку бетона я без тебя не начну по любому во первых будет строить варьера по любому то есть мы уже все ты понял у нас все сквачено я без тебя не начну сначала я проект покажу тебе конечно я тебе покажу ты внесешь свои коррективы какие там нужно мы договоримся с какого момента ты заходишь туда и все конечно ты что у нас надо сделать да изучим грунт изучим грунт да и мне что-то надо будет такое конкретное решить по этому дому бассейн будет 100% закрытый бассейн то есть там масса нюансов будет у нас куча работы с тобой впереди я же тебе говорю если бы не эта ситуация в стране уже давно начала я собиралась начать позапрошлым летом понимаешь да геодезию сделали они уже выезжали все уже сделали то есть мы знаем как и что нам нужно можно продвинуться тоже не начинать а там искать то есть там бегать по участку со своими корнями ну вот у нас просто соседи сосед мы его хорошо знаем там все соседи наши другады да мы будем присоединяться конечно конечно там сядь живут одни наши друзья вообще не понял это нас окорках мы там как бы зацепили такое место намытый этот остров ты понял за третьим шлюзом сейчас я тебе скажу да это за третьим шлюзом вот там вот и мы туда залезли там сразу там где Вацлав живет ну владелица с окорковкой а ты его не знаешь кто землю продает он сам на самокручный чувак тоже я там бермышлендер я знаю Вацлав там вот это же он и мы рядом с ним там все-все-все друганы и мы там будем тоже то есть мы сходим и к ним посоветуемся что и как они там уже прожили несколько лет ты понимаешь они уже кое-что там на чем собаку съели ты понял у них оказывается их там подтапливают лесной подвальчики ха 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 там их штормала даже и не делают да там их рифи не делают а если делают то надо сразу на специальную помпу устанавливать короче у нас конечно лучше по верху и расползтись по участку может быть может быть согласна там масса нюансов и надо строить набережную хорошую ты понял вообще укрепляющую вообще там ну Валера знает масса нюансов так что у нас еще впереди кусок работы и мы обязательно обратимся да что по поводу ситуации что ты думаешь напоминает ну что вопрос конкретный вопрос конкретный ответ вам да не думаете отсюда уехать нет Валича не поеду потому что по причине того что я знаю что такое заграница у меня был вид на жительство и все на свете да то есть для меня это закрытая область закрытая область для меня как для стоматолога вообще а я уже совершила сумасшедшую карьеру как бы для себя сама причем собственной головой ты понимаешь стоматология это не то что как знаешь не то что там мама папа за меня и кто-то меня там потолкал я все сделала сама понимаешь я никогда больше ну достичь такого же уровня там это вообще невозможно ну это просто реализация это да вообще он просто я беру и свои будем так говорить 20 лет закапываю понимаешь я бы выкопала и бросила туда никогда не будет отношения меня возьмут с радостью везде будут целовать меня и в руки многие понесут меня на руках и предложат мне любые деньги за нелегал а нелегальная работа не будет ты понял ну я не тут уровень чтобы нелегальная работа тебе понимаешь как идиотка да а добиться легального положения ну например проще всего это было бы конечно сделать в Германии наверное потому что в Америке вообще грустит тоска ну это минимум шесть лет там защищать нужно свои гонки надо все по новой вообще надо все изучить все курсы закончить язык выучить в совершенстве немецкий для меня а в Америке это вообще нереально ну это надо минимум еще лет десять ну куда мне еще десять лет десять плюс лет и мне пятьдесят шесть и шо потом пять лет поработать и пойти на пенсию понимаешь тоже минимум логики то есть для меня это отрезано понимаешь муж с другой стороны понимаешь он любовянин патриот патриот понимаешь он еще и работник службы то есть для меня это не так но я вообще не представляю это жесткая эмиграция ну еще один момент есть такой мои дети никогда там не станут на равных с остальными ты понимаешь а это меня убивает у меня здесь больше возможностей им дать это вот такому как ты может знаешь пока ты сейчас у тебя нет никаких якорей поехать и дерзать вот кстати неплохое место очень из того что я слышал Австралия да у меня уже друзья туда уже ну пациенты друзья очень многие уже поехали уже приехали к нам уже рассказали политика там государство адекватно вообще очень люди доброжелательные ну как все страны государства ну те кто на острове живет хорошая погода рыба есть ты понял они совсем другие и очень хорошо относятся они правда они поехали им было где-то по 30 с лишним получается в связи с этим они приехали там чуть-чуть кое-что проучились он бизнес-школу какую-то взял ты понял года на два она там что-то она была парикмахер пошла куда-то там парикмахерская короче они быстренько это освоили начали я хочу тебе сказать работать очень довольны купили дом с двумя спальнями под Сиднеем семь километров такие городки там ты понял вот эти сателлиты вокруг Сиднея двести тысяч долларов вот так на берегу океана пожалуйста выходи там ты понял да и купайся ну сколько спальни две спальни ну две спальни там да хорошенький домик красивый но единственное домик у них все эти ну какая разница ну и какая разница там да все время хорошая погода от Австралии они конечно в шоке в каком плане природа говорят такая что просто до речи попадает карты ходят с колокольчиками знаешь на шее а зачем? ну подумай ну их слышали но кто? а животные дикие чтобы они на них не охотились птички чтобы слышали потому что у них очень оказывается богатый птичий мир в Австралии ты понял очень много этих всяких разновидностей попугая каких-то там необычных все практически занесены в красную книгу короче в катаксе привязали колокольчики чтобы не ларить птиц представляешь вообще такой прикол давайте скажем да что по дому что мы будем собираться строить дом и обратимся типа в планах у меня строить дом проект такой глобальный хочу современный какой-то энергоэкономный то есть я собираюсь в этом доме встретить старость оставить детям все остальное здесь и выехать за город поэтому в любом случае обращусь к тебе как бы бирюлевая теперь у меня мое место ты понимаешь я знаю там мне всегда помогут окажут услуги подскажут сделают быстро оперативно оперативность меня вдохновляет очень сильно я радуюсь когда нахожу людей которые умеют так работать ты понял да ну так относятся к своей работе у нас в стране таких мало даже несмотря на то платишь на деньги не платишь деньги какие суммы ты платишь есть люди которые просто не выполняют того что ты плосишь не оказывают достаточного сервиса к вашему сервису претензий нету качественно тоже все сделано качественно все хорошо поэтому не отказалась и планировать другому бы отказалась у меня всегда волновал вопрос а куда вы деваете вырванные зубы клиентов мы ну самое интересное я оставляю я их собираю ожерелье ожерелье да так я тебе покажу какие есть ты захочешь смотри такие интересные я собираю их собираю чисто из интереса сейчас покажу смотри какой из замка опа а нет беленый не бойся это пероксидия она отбеленная идеальная посмотри какие корни как рога у быка да вообще кораул ты понимаешь статику и статику делаем а вот смотри какой корень вообще позакручивалась там полость какая вот посмотрите аааааа посмотри какой растет вообще караул это что то ему мешало? это аномалия да что то ему не позволяло выравнив эти корни ты понял? ой ну жуть сплошная я хочу сказать вот это ж мы их и храним так что если вам надо будет посмотри какие красавцы для съемок себе вставить ну вообще это уникальная коллекция чтобы вы понимали на секундочку масштаб коллекции даже с кулечками посмотри сколько у меня их россыпь просто какая вообще кораула какие красивые смотрите вот зубная фея да 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 я я это а мне дети смотрите уже рисуют ну я их не прошу об этом как они меня изображают сейчас вам покажу я специально сахарила для прибыла для прибыла боже мне надо себя положила ну вот я например в виде Бэтмена а сейчас я покажу вам какая я зубная фея крутая опа посмотри вот они меня нарисовали палочка такая у меня нехилая да волшебная да да приносят мне Дарья волшебный меч браслеты мне вяжут Бэтмена покажите пожалуйста еще да да Бэтмена покажите пожалуйста вот так они мне решили Елене правда с ошибками Николаевне ну ничего страшного мне это дорого да 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 дети меня любят а что ж когда же хорошо вы станете в нашей стране да да ну все я думала когда ты задаешь это главное вопрос когда же нам счастье придет ну что вас интересует так как знаете вся пропаганда российская утверждает что все-таки американцы у нас это все затеяли то хочу вам рассказать что говорят американцы я дружу с аналитиком американским а вот он проработал здесь в посольстве очень долгое время семь лет очень любит Украину он звонит на ретради мой каханна моя украина киев ми понимаешь и в марте всех загрузили в самолет частный и увезли всех аналитиков отсюда в марте внутри ну я так понимаю переживали что что-то могут случиться во вторых им дали на 14 яйте с 14 лет все но им дали большое задание так как он был такой болтун, слегка, но он любит, ты понял, да, и рассказывает всю правду Марты, ну короче, рассказывает Марты, ну и все, мы поехали на Рашу, у нас задание изучить все как бы спектры экономики, все разделы, где и что надо подкопать, чтобы быстро все было, так понял, да, и поехали, поехали, короче. Как шпионы американские в России, они поехали, как, видимо, мне, да, по-видимому, как сотрудники посольств там, но поехали с этой целью, ты понял, да, он позвонил в мае месяце и сказал вторжение 22 августа, и положу трубку, он так звонит мне периодически, здравствуйте, не говорит, а только сообщает информацию, потом позвонил Луи мне, сказал, что в августе он приедет, будет проездом через Киев, потому что у него здесь машина, оставалась больше его из имуществом, картина еще нам попала, забрать его нужно было, ты понял, и, короче, он заехал, пробыл здесь несколько дней, сказал почему-то, мы бы за вас мазу тянули до конца, но ваши же вас и сливают, вот такой был ответ, и он сказал, что вопрос Донецкой и Луганской области решен еще тогда, он сказал, что ее с нами не будет, однозначно, да, да, не будет, не будет, короче, сказал, это решено уже, и все, и обратно отсчета не будет, ну все, мы от них отсоединяемся, а сейчас он позвонил.